В республике, кроме кредитной поддержки, развитие малого предпринимательства стимулирует сразу несколько целевых программ. Помимо фонда содействия для начинающих бизнесменов, функционируют бизнес-инкубаторы, еще один механизм субсидий по линии центров занятости. В итоге, к примеру, только в Баксанском районе за последние годы число предприятий малого и среднего бизнеса увеличилось на 10%. Как работают программы, выясняла Инна Богатырева. И график у нас удобный, по системе мы работаем, гибкий график, и заработная плата нас устраивает. Уже за кадром Альбина Афашагова признается, в сельской местности найти работу по специальности – это как выиграть в ЛАТО. Обращаясь в районный центр занятости, чудо не ждала. Повезло, что годом раньше в этот же центр обратился будущий шеф Арсен Губашиев. Нам предоставили субсидии на покупку оборудования. То есть мы смогли создать рабочие места на 10 рабочих мест. Вот мы создали. И даже думаем, что можно еще нанять, если будут такие субсидии, еще нанять людей, чтобы они работали по всему району, не только по городу. Среди представленных программ по снижению напряженности на рынке труда Губашиеву приглянулось именно это – по созданию рабочих мест. Но воспользоваться ею смог отнюдь не каждый. Господдержку получают на определенных условиях. Те, которым мы предоставляли субсидии с 2009 по 2011 год и которые не закрыли свои предприятия и готовы принять на работу, на дополнительные рабочие места людей, вот им как бы под зарплату этих работников выделяется субсидия в размере 58 800 рублей. С января по этой программе в районе трудоустроены 17 человек. В прошлом году их число перевалило за 80. До конца этого, по прогнозам сотрудников центра, рекорд 2012-го будет побит. Это лишь одно из направлений работы по развитию бизнеса в районе. Комплекс подобных программ действует с 2008 года. Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства в основном работает на сельхозпроизводителей. К слову, 8 грантов из 11, выданных в прошлом году, как раз из этой категории. Более того, в 2014-м в перечете уже заложено порядка миллиона рублей, которые позволят увеличить количество приостановленных грантов в два раза. В рамках этого же направления в районе был открыт бизнес-инкубатор. Оснащенные техникой и мебелью офисные помещения здесь предоставляются на льготных условиях. Но, как оказалось, тоже не всем. Бизнес-инкубаторы могут размещаться начинающие предприниматели. Обязательным условием, которое является регистрация индивидуальных предпринимателей или фермерского хозяйства, чтобы не более года. Здесь, значит, могут разместиться любые виды деятельности, за исключением врачебной деятельности, фармацевтической деятельности, парикмахерской деятельности, торговли. Благодаря этим направлениям деятельности число предприятий малого и среднего бизнеса увеличилось на 10%. А их ежегодная лепта в местную казну составила 1,3 всех доходов. Инна Бокатырева, Анзорка Широков, Вести, Кабардино-Балкария.